МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если скрестить сочное яблоко и ароматную грушу, можно получить совершенно новый сорт фрукта. Это еще вкуснее, большего размера, полезнее и устойчивее к климату. Надо лишь суметь найти подход. И в жизни происходит так же. Будет ли обильным урожай, зависит от вложенного труда и потраченных сил. Отец Ельбасы знал толк в садоводчестве. Абишназарбаев вывел несколько сортов плодовых деревьев. Поэтому Нурсултан с раннего детства знал тонкости этого дела. Спустя годы, возмужав, он возвел свой бытирек в Сараркинской степи. Бтирек – дерево, символ мира и процветания. Он объединяет в себе три мира, связывает их между собой. Президент Мурсултан, Бтирек Таватаран. Название «Бтирек» Нурсултан Абишевич предложил сам. О мифологии древа жизни мы также услышали из его уст. Бтирек был в числе первых зданий, построенных на левом берегу. Вокруг не было ничего, лишь степь. К идее строительства нового города большинство людей относилось скептически. Многие думали, что это произойдет в призрачно далеком будущем. Однако Ельбасы свято верил в заветную мечту. Он был вовлечен в процесс проектирования не только отдельных зданий, но и города в целом. Становление личности первого президента шло параллельно с развитием столицы. Самой заветной мечтой Абиши и Альжан было рождение ребенка. С момента создания семьи прошло пять лет, но долгожданного первенца Всевышний не торопился им посылать. Однажды они отправились к могиле Реймбека Батыра, чтобы провести молитвенный обряд. После этого Альжан приснился сон, будто на дне озера она нашла старинное ружье. Аксакалы растолковали сон как вещи и обещали, что у пары родится сын, у которого будет долгая, полная, праведной борьбы жизнь. Вскоре Альжан забеременела. У матери роды длились несколько дней. Она совершенно обессилела, ничего не могли сделать, сказали, ничего не можем сделать. Отец возле нее все время был и решил привезти Каскелен. Между... это районный центр, между Чамалганом и Каскеленом, семь километров. И что, отец, земля была, дорога была такая вымощена камнями блужными такими. И только с края дороги была спокойная степная дорога. И она рассказывала, что отец положил солому на телегу, на солому одеяло, положил ее и повез в роддом, который был в районном центре. И она рассказывала, что каждый камешек, как игла, она всем богам, всем духам, конечно, молилась за это время, просила оставить ее в живых. В общем, там я родился, и когда я родился, я был бездыханный совершенно, мертвый, сильный. И рассказывала, как доктора меня приводили в чувства. Напомнила огромного доктора, тучного такого, в белом халате здорового. Причем, по-моему, это был русский человек по национальности. Прибрал. По попе мальчика. После третьего удара я как заоран, как-то, ну, в том... Та дрожь. Потому что вес у меня был то ли 5 килограммов, то ли 5-100. Вот... Такая история. История рождения Нурсултана была тяжелой. Огромные жизнелюбие, стремление познать окружающий мир были сильнее смерти. История города Нурсултан также была нелегкой. Первые годы после переноса столица испытывала серьезные трудности. Однако темп развития не сбавлялся ни на минуту. Вскоре мир узнал о Казахстане и о новой столице Великой Степи. В свое время мальчик, а позже молодой город доказали, что мечты сбываются. Все помню отчетливо. Это был 94-й год, 6-й июля. Мы сидели с другом у него дома, пили на кухне чай, играло радио, звучал голос президента. Вдруг часто стали повторяться слова «Целеноград», «Астана», «Мы заинтересовались», сделали звук погромче». Его речь, произнесенная на историческом заседании Мажелиса. Верховный суд вынес постановление согласно предложению президента. Послышались аплодисменты. Столица Ельбасы. Этапы их развития похожи. Детство Назарбаева совпало с военными годами. Кругом царила нищета. Однако люди не утратили доброту и милосердие. Жители экономили, отказывали себе во многом и при этом делились последним куском хлеба и помогали, чем могли, эвакуированным в казахские степи представителям других национальностей. Одной из таких добродушных семей была семья Назарбаевых. Наша семья, жившая в саманном двухкомнатном хате, по 10 квадратных метров каждая комната, приняла семью с тремя детьми. Перед моими глазами всегда. Я всегда вспоминаю, как они все в кучу собрались в углу маленькой нашей комнаты. И всех боялись, сжавшись друг к другу сидели. Оборванные, голодные, обросшие. И прожили они в нашей семье. Начали работать, потом отделились. Конечно, всю жизнь остались благодарными. Я с их детьми дружил до тех пор, пока они были живы. Во время переноса столицы в стране царил экономический хаос. Не то, чтобы строить новый город, людям было тяжело прокормить себя и свою семью. Однако идея о строительстве новой столицы одухотворила людей, дала мощный импульс. Я бы просто хотел отметить тот энтузиазм, которым заразил нас всех участников, президент. Я был на этих совещаниях, вот мы все жили в этом городе. И мы слышали, слушали и не могли поверить в реальность всех этих идей, которые высказывались президентом. Такое воодушевление у всех было, такой энтузиазм. И была такая фраза у одного из руководителей по передислокации, что с деньгами любой построит. Вот вы попробуйте без денег это все сделать. И это как-то звучало и как шутка, но в то же время это всех подбадривало. И все находили методы и решения поставленных задач. В своей статье Григорий Николаевич Потанин, Алихан Букихан писал. Если создать казахскую автономию, сделать Карауткель его столицей, построить университет и обучить там казахскую молодежь, вот тогда бы узнала Европа, кто такие казахи, родившие Шохана, Абая, Ахмета и Миржакыпа. Карауткель – это старинное название города Нурсултан. Перенос столицы в Карауткель Нурсултан Назарбаев взял в свои руки. Перенос столицы в степи Сарарки благоприятно повлиял на региональный этнодемографический баланс. Благодаря ему население с южных регионов начало переезжать в промышленную северную часть страны. Раньше наши предки старались расселяться вдоль русел рек. В народе говорят, кто живет у реки, не будет голодным. Испокон веков было известно, что окрестности Ишима были заселены. Поселение называлось Каруткелем – черной переправой, потому что песок на берегу реки в этом месте был черного цвета. Одной из причин выбора Акмулы листом для столицы стала река Ишим. В 1991 году Назарбаев стал президентом. Он приехал в Акмулу. Конечно, в то время не было этого моста. Он долго смотрел на реку, стоя на старом. В тот момент его одухотворила мысль построить столицу нового Казахстана именно на берегах Ишима. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Река имела очень важное значение в проекте. Река – это прекрасный природный дар. Она украшает землю. Президент внимательно наблюдает за развитием города с момента переноса столицы. Он всегда делится своими идеями относительно города. Одна из идей – это запустить водный транспорт на реку. Я учел его слова и в 2005 году защитил программу ввода водного сообщения по реке. Проект вошел в государственную программу. В процессе работы над генпланом города река стала центральным объектом. На левом берегу появился новый город. Любой город – это живой организм. И вот это очень важно. Это было положено в основу генплана, который был предложен и победил в результате международного конкурса. Автором которого является Куракава. Он предложил актуальное направление, как метаболизм. Метаболизм – это развитие. Город надо рассматривать в развитии. Так же, как и любой организм, он растет, развивается, у него появляются какие-то свои проблемы. Но они все решаемы. И, например, в 1995 году было всего 50 тысяч автомобилей. Было 300 тысяч жителей. Количество жителей увеличилось до миллиона. Количество автомобилей возросло в 3, в 4 или в 5 раз. И город должен к этому приспосабливаться. Нельзя никакими запретительными мерами, скажем, ампутировать что-то, сказать, все, это не пойдет. Всегда надо находить методы лечения. Нурсултан Назарбаев родился и вырос у подножья гор. Глядя на высокие горы, он мечтал. Находясь на холме Ушкуныр, он представлял себя летчиком. Кропотливо и уверенно он шел к этой цели. Летать он мечтал не только в детстве. В молодости это желание усилилось. Он поступил в Киевский авиационный институт. Однако мать, опасаясь за жизнь сына, не разрешила ему туда поехать. Сейчас мы хотим побеседовать с человеком, который знает Нурсултана Абишевича не только как политика. Он знаком с его человеческими качествами. Надеемся, из его уст мы узнаем много интересных фактов. Поздравляю всех с днем столицы. Для нас столица Ельбасы стали неделимыми понятиями, а теперь еще и одноименными Нурсултан. Я считаю его от природы талантливым человеком. Он очень душевный человек. Знает цену и силу слов. Находчивый, смелый. С детства знает, что такое испытание, борьба. Бывают личности, не знающие поражения. Борьба не обязательно означает драка. Это люди, которые бросают вызов в первую очередь себе, своим страхам. И чем бы они не занимались, стараются превзойти прежде всего самих себя. Он и в спорте отличился. Его энергия и стремление быть лидером приносили ему победы не только на политической арене, но и в жизни. Ельбасы Нурсултан Назарбаев жас кезинде шайбой, банкты, караул болып кизметет кенекен. Оказывается, в молодости он два месяца проработал охранником в банке. Интересный факт, не так ли? В книге «Уамер Уткельдера» приведен ряд интересных фактов из его биографии. Сейчас мы побеседуем с автором этой книги – Саудбеком Абдрахмановым. Я убедился, что вся его жизнь словно соткана из сложных противоречий, которые невозможно специально скроить. Он сначала показал себя в металлургии, в сфере, где обычно не удается рядовому казахскому парню проявить свои способности. Затем он руководил партийной организацией крупного комбината. Далее его путь проходит через партийную школу. Будучи прозорливым человеком, он знал пожелания народа, искал пути решения его проблем. Сумел сплотить. После провозглашения независимости 16 декабря вечером приняли закон. А на следующий день в полночь пришла весть от его помощника, что на следующий день в 9 утра пройдет расширенное заседание правительства. Заседание он провел сам. В то время главой правительства был Сергей Терещенко. Всем руководителям ведомств он четко разъяснил их обязанности. Впервые мы открыли глаза на многие вещи. Приступил к своим обязанностям подготовленным. Находился в эпицентре событий, которые происходили в целом Союзе, в Москве. Одним из главных его качеств я бы назвал дальновидность. Он был полностью готов к должности сразу же после провозглашения суверенитета. Возже правления крепко держал в руках, не ослабляя и не перегибая палку. Сумел дать направление нам и сплотить. Сумел организовать деятельность министров и акимов. Молодой город Нур-Султан сумел занять свое законное место на карте мира. В 1999 году по решению ЮНЕСКО он был провозглашен городом мира. Новая столица преображалась, развивалась невероятно быстрыми темпами. В ней стали появляться необычные формы здания, каждый из которых имеет свою историю. Сумел найти выход из тупиковой ситуации. Когда речь идет о столице, можно бесконечно повторять эти слова. Потому что сам процесс переноса столицы был тяжелым. Нужно было оперативно решать вопрос сильных ветров и болотистых участков. В то время, когда усиливался ветер, с пассивных полей поднималась пыль, которая доходила до города. Необходимо было посадить деревья, чтобы сдерживать шквал пыльного ветра и снег. На левом берегу есть ряд проблем. Во время половодия Ишим выходил из берегов, и левый берег оставался под водой. Как известно, у любой реки правый берег выше, чем левый. Грунтовые воды находятся близко к поверхности земли. Нужно было принять меры по предотвращению разлива реки, снизить уровень грунтовых вод. Для того, чтобы новый город строить на левом берегу, была необходима инженерная подготовка. На мировой сцене Нурсултан Назарбаев признан как политик-реформатор. По всему миру он предложил новую веху – мир без ядерного оружия. Одним из первых своих указов Нурсултан Абишевич закрыл Семипалатинский испытательный полигон. И наша страна сделала принципиально выбор в пользу мира, свободного от ядерного оружия. Следующим шагом Казахстана стало подписание международных договоренностей о выводе ядерного оружия и средств его доставки с территории страны. Взамен Казахстан обрел статус безъядерного государства и прочной международной гарантии безопасности. Эти исторические акты продемонстрировали международному сообществу приверженность Казахстана миру свободному от насилия и военной угрозы. А также придали молодому государству политический вес на мировой арене и уважение и желание сотрудничать с нашей страной в самых разных областях. Казахстан 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 После провозглашения президентом спустя ровно две недели, 31 декабря 1991 года, прозвучали слова обращения к казахам, живущим в разных частях мира. О том, что их историческая родина ждет их. Благодаря этому примерно один миллион казахов вернулись на родину и стали гражданами своей новой страны. Судьба Нурсултана Назарбаева и столицы схожи. Обе путем преодоления тяжелейших препятствий приобрели авторитет на мировой политической арене. Президент Назарбаев восходящая звезда в советской политике. Крупная фигура среди различных республик. Лидер Казахстана в меру жесткий, практичный, быстрый и решительный человек. Талантливый и настойчивый, который признан лидером и другими республиками Союза. В нынешнее время на мировой политической арене есть пять-шесть влиятельных политиков. Один из них Нурсултан Назарбаев. Я доверяю ему и поддерживаю все его начинания. Все его инициативы и предложения стали серьезным фактором современных международных отношений, обрели глобальный характер. Ему не раз удавалось усадить конфликтующие стороны за стол переговоров. Столица Казахстана стала диалоговой площадкой для решения международных конфликтов. И мир узнал о миротворческой миссии нашей республики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok